Россельхознадзор пытается найти документы на саженцы у этих закрывшихся в машине пенсионеров. Продают они небольшие партии, ехали с дачи и прихватили три куста. Однако даже на них были обязаны пройти семенной контроль и получить сортовые удостоверения. Апробация проводится летом, то есть это все не так просто. Это целый заморочек, вы думаете? Прежде чем начать реализацию саженцев, нужно подготовить все документы. Фальсифицированные саженцы у нас есть. То есть частники продают под видом тахойских саженцев, под видом бурний из. Соседние продавцы легальных как раз тахойских саженцев согласны, что частники могут подсунуть не тот товар. Частники, допустим, у них выросла черешня, но они каких-то выдернули 5-6 кустов, но хотят продать. Надо, чтобы черешня все-таки был сам корень, а потом, я не знаю, может он дикий вырос или какой. То есть могут быть некачественные? Ну, конечно. Частники же не понимают бумажной волокиты и траты немалых денег на проверку пары саженцев. Ну, конечно, из-за 10 саженцев. Зачем это будет? Кто бегает? Корневая гниль, некроз, долгоносики и клещи. Специалисты уверены, непроверенные саженцы уничтожат ваш огород. Однако, приобрести израженное растение, как говорят сами садоводы-огородники, сегодня вполне можно и в питомнике. Даже дерево с паспортом не гарантирует того, что на ваш огород не попадет вредитель. Проверять саженцы в законе Россельхознадзор на местных рынках будет до середины июня. Легальных растений слишком мало. Документы на грушу, сливу и полкультурку получают единицы. Другим проще заплатить штраф от 300 до 500 рублей, чем пройти контроль за куда большие деньги. А покупателей наличие документов, кажется, волнует в последнюю очередь. Мария Латышева, Виктор Горновской, Новости дня.